привет привет итак это у нас четвертая часть заключительная часть моего моей истории про хакен тоже тестовый да ну как история просто говорится полтора месяца не пенчем нанимался сейчас вот вылез из того ни сего так вот тут уже мы получается вернулись в настоящее вернулись на двадцать шестой июля помощь не ошибаюсь у меня там было короче ладно видеть там уже получается macos sequoia у меня 15 бета-4 дп-4 длп с превью 4 нужно знать что есть macos sequoia 15-1 бета-1 но об этом уже позже наверное кому-нибудь следующем видео я расскажу думаю что больше уже я не пропаду да жара вроде кончилась можно спокойно заниматься и записывать помонтировать и так далее то что была дикая жара страшная в общем чё сейчас я покажу посмотрите как как изменилась работа именно вот с в конце июля macos 15 когда на хакентоши на кофе лейк на опять 8500 на чипсете b360 с видеокатой rx 580 каким образом сейчас это все работает с обновленными текстами которые выходили что там по поводу все-таки бутуз и вайфая ну кто знает я знаю кто не знает посмотрите принципе ну все хватит надо болтать все с вами был макс пока спасибо что зашли и так следующая серия точнее последняя серия заключительная в нашей истории моей истории моего хакентоша собран специально для macos sequoia под ввдц 2024 собираю его я довольно таки плохом состоянии прямо жестко заболел получается но это ладно и и так прошел месяц 27 июля настало я насобирал еще немножко кексиков всяких например например restrict events у меня появился потом bluetooth fix up появился кто же это форки от лирис спасибо чочку я загрузился получается наконец загрузил свой этот хакентошка и в кофейничек закинуть и кекс ты себе себе в загрузчик и такой поехали поехали дальше давайте ну ну что сейчас мы видим что bluetooth таки появился bluetooth заработал и это очень конечно и появился появился обновление тоже то есть и нормально стал у меня вид об этом макать тоже конечно и говорят китайцы на русском языке любовные прельсти вода далее что решил сделать я решил поменять тему open core загрузчика чтобы у нами были все красивые прекрасные ему сказал цвета обои чеки уже под секует и даже взял flower секое тему от криса в богомерском open core к фуглаторе поменял там путь что долго не ковыряться до кидая этими камнями но и вот я им там пользуюсь время от времени до удобная штука чтобы например плист можно было конфиг там этот проверять на ошибочки далее установил последнюю дебилд nightly который панкор легоси патчера 160 пропатчил вай фай а такой прям смел вообще да все напомню что у меня еще амфипас уже давно был вот такая красивенькая тема загрузчика open core и тут всех там ускорение показываю на все это происходит в макуя секуя дэвел по спривью вторая версия третью я там хаки не ставил я ее ставил на хас или которая меня сейчас снова собрался на чем делал шварц но не делал съемку потому что буду до крайне состояние сдолбан вообще ничего не хотелось просто я его собрал на колянке грубо говоря на столе положил так это с вай фай как работа вай фай и отключил локалку и и на вай фай потестировал видите завелся вай файеры работы bluetooth вот вам просто про что за нет не работает это все по вай файл такая интересная скорость ну и чё я решил думаю ну чё такое большой так в это 4 так много весит дайка мы сделаем этот ревер патч из короче пробуем обмануть систему как обычно скачать небольшой объем обновлений те кто ставил бета-3 знают в чем тут как говорится детали который кроется дьявол тот самый да а он откроется в том что бета-2 вышла третья бета вышла у нас два раза да там ревайс версия была соответственно это бета там канал любит то же самое да но как есть нюанс с ним было бы бета-3 то наверное пошел бы нормальный счет у бета но у меня было бета-2 поэтому так чё ждем видите да типа 2-3 гига маха загрузка красиво сюда я тоже так и думал ну что короче отлично bd4 грузится гига хорошо и вот он сказал 35 минут подготовочка думала ништяк еще минут 10 у меня будет хорошо нет вот тебе и вот теперь у меня уже нормально нашел обновление то которое должно быть и она висит у меня 14 гигабайт то есть я мог в принципе мог конечно и не удалять патч но вопрос чтобы он не загрузил он мог не нагреть дистрибутив получается хрэмпами какой а может быть полный нормальный в общем говоря так или иначе далее все пошло штатненько без всяких проблем все скачалось подготовилась там по времени тайминга можете посмотреть там время видно да ну что там 10 49 утра уж там времени было да люблю по утру этим заниматься вечером знаете ли это уже не то состояние то настроение лучше утречка особенно летом когда жарище такая вообще жарко было конечно там не видите моего кто мне видел наверно до временами я показываю и так у нас идет процесс это вот пошло время время кончилось очень быстро как видите да у нас вообще то моментально все летит у нас вообще время так вне общих какие-то там законов земли да все и клауд мы там короче говоря ввели подтвердили зашли да все 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 красиво патч она предлагает обновить патч билд мы чекнули это реально билд это макос делай паспревью 4 накатили получается патч на вай фай какая красивая конечно тема получилась не знаю вам нравится такая тема open core или нет дальше вот у нас теперь работает и вай фай и bluetooth и все правильно отображает память pc все тоже правильно все ничего не ругается вроде как там все конечно предупреждение но она не особо и теперь снова чекаем скорость вай фая опять же я отключила easy ethernet easy называя да и давайте 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 полетела полетела все эти 200 мегабит от вас телекома у меня вполне там 200 мегабит тариф но он показывает ну это локальный трафик конечно тут может быть хоть гигабит показать дальше airdrop это такая моя морда там было плюс до хрена градуса температура жарко жесть вообще и континьюнити тоже мы протестируем вот так этого своего айфона перенеслось это правда жизни да далее мы там немножко видео прок посмотрели что у нас все поддерживается да все поддерживается можно работать в принципе в этой системе в этой версии но это все ребят с вами был макс спасибо что посмотрели этот цикл моих видео до встречи пока